Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте! Проверка на качество. Впереди новогодние каникулы. А это значит большинство россиян и Владимирцев в том числе штурмует магазины, закупая подарки и продукты. Но всегда ли на полках оказывается качественный товар? Этим вопросом задаются многие. Его обсуждают на просторах соцсетей и звонят нам в редакцию. Чтобы выяснить, что же продают Владимирцам, мы решили вместе с общественниками провести контрольную закупку в крупнейших гипермаркетах нашего города. Константин Миронов продолжит тему. Эти молодые люди уже не первый год охотятся за теми, кто обманывает потребителей. Активисты проекта «Народный контроль» регулярно делают контрольные закупки. Работают в том числе по жалобам людей. В этот раз с инициативой проверить качество товаров выступил «Шестой канал». Мы попросили общественников наведаться в три крупнейших гипермаркета Владимира – «Ашан», «Глобус» и «Ленту», потому что наши зрители не должны подвергать себя опасности свое здоровье при покупке продукции и платить за товар непосредственно ненадлежащего качества. К сожалению, такая ситуация есть сейчас на рынке и много факторов влияет на это. Будем учитывать, что и уровень конкуренции сейчас такой, что некоторые производители специально должны занижать уровень своего качества продукции для того, чтобы непосредственно войти на рынок. Проверить мы решили самое главное – молочную и мясную продукцию. Это то, что точно покупают и потребляют все. В идеале продукция должна соответствовать ГОСТу или хотя бы тому, что заявлено на этикетке товара. Ведь, к сожалению, в последнее время случается так, что на продукции пишут, к примеру, масло, а по факту в пачке растительный спрет. То, что в составе упаковки есть состав и, в принципе, можем ссылаться на нормативный документ ГОСТ и уже понять, что непосредственно должно присутствовать и что есть в этой тушинке. Это Ашан. Здесь мы забираем образцы и упаковываем в пакет. Далее запечатываем специальным скотчем, который имеет индивидуальный номер. На месте каждого отрыва. Эта процедура обязательна, чтобы ни у продавцов, ни у потребителей не возникло сомнения, что в лабораторию приедет именно тот товар, который мы взяли с полки. Данные образцы мы упаковали в пакет и сейчас опломбируем нашим скотчем со специальным номером, который мы именно внесем в карту учета. И также транспортируются данные образцы до аккредитованной лаборатории и только данный скотч снимется уже сотрудниками лаборатории. В ленте поступаем так же. Сотрудники магазина сопровождают нас до витрины с молочной и мясной продукцией. Мы берем пробы и запечатываем. Как ни странно, проблемы с доступом у нас возникли лишь в одном гипермаркете, где, как гласит реклама мира, еще в порядке. В сотрудниках телекомпании заподозрили террористов. У нас категорированный объект. Я вам с точки зрения противодействия терроризму и постановлению правительства. У нас категорированный объект. Объект, относящийся к высшей категории, в данном случае, соответственно, здесь должны быть определенные меры безопасности. И мы, как правообладные, исходя из этого постановления правительства, можем для защиты наших потребителей и так далее предпринимать определенные меры. То есть я не понимаю, кто эти люди, потому что у них нет редакционного задания. Примерно час спустя мы вернулись с заданием из редакции и смогли забрать необходимые продукты для анализа. Мы решили поинтересоваться у покупателей, бывали ли у них проблемы в магазине. Здесь масла не беру. Я беру в своем там магазине, уже опробованном. Я не беру здесь масла. А почему? Не доверяете? Да, я не доверяю очень. Я уже беру свое, там, мордовское привозит масло, я уже знаю. Ну, вы знаете, я очень редко в магазин хожу. У меня в основном мои близкие ходят, мне покупают. Тушенка попадалась, мы ее просто выкинули. Но она какая-то была соевая, она не тушенка была. Цены разные, очень часто цены разные. Ценник один пробивает, по другой цене больше. Впрочем, общественников подобные ответы покупатели не удивляют. Говорят, в супермаркете идут на разные ухищрения, только бы излечь свою прибыль. Вот, например, один из вариантов ухода от штрафа, если продукцию взяли на контроль. Если директор магазина заведомо скажет своему продавцу, если придут контроль надзорные органы или общественные организации, скажите, что продукт принесли из дома и штраф автоматически на должностное лицо. А вот еще несколько отзывов, которые оставили покупатели Владимирского гипермаркета «Глобус» в интернете. На кассе обманывают. Интересно, знает ли об этом руководство магазина. Взяли по акции кетчуп в пакетах по 35 рублей, а пробили по 70. Салат «Латук» пробили на кассе каким-то дорогим салатом по 96 рублей. Это точно обман со стороны кассира. Сельдь по акции тоже пробили по полной цене. Не поеду больше туда и всех отговорю. Муж вчера привез рыбу холодного копчения из «Глобуса», зубатку. Оказалось тухлой, ужасно воняло мочевиной. Продавцы рыбного цеха сами выбирают, впаривают и быстро в пакет. И, пожалуйста, не проверить. Цены космические. Были с ребенком, так его затолкали, то тележками сшибут. Народу много, как на рынке в Москве. После этого магазина ноги не узнаешь, и голова очень болит. Короче, отлеживалась весь следующий день. Не оправдал моих надежд. Так что посоветовала бы магазин людям ленту. Там и цены доступные. Анализы продукции мы надеемся получить уже завтра. Тогда мы вам расскажем, где и что продают во Владимире. Константин Миронов и Артем Горчаков. Шестой канал. Сбил двоих и сбежал. Сотрудники полиции разыскивают предполагаемого виновника ДТП, а также очевидцев, ставших свидетелями происшествия. По предварительной информации, во вторник около 8 утра на Суздальском проспекте сбили двух несовершеннолетних. Дети 2007 года рождения переходили дорогу по зебре. Водитель, предположительно, на автомобиле Нива-Шевроле серебристого цвета скрылся. В результате ДТП юные пешеходы получили ссадины и ушибы. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте. Полиция обращается к свидетелям и очевидцам происшествия с просьбой помочь найти водителей. Сообщите известную им информацию по телефону, которую вы видите на своих экранах. 54 16 65 45 17 71 или 45 18 81. Бесплатное питание в школах только для льготников. Владимире больше не будут 100% оплачивать бесплатные завтраки для всей начальной школы. Такое решение приняли сегодня депутаты Горсовета. Родителям всех остальных детей придется платить за завтраки или обеды 50%. А за детей, которые вообще не будут есть, всем им заплатят компенсацию. Какие еще решения приняли депутаты на последнем в этом году заседании Горсовета, расскажет Оксана Любимова. Самым резонансным вопросом очередного заседания Горсовета стало школьное питание. Из-за напряженного бюджета город больше не может позволить себе 100% оплату завтраков для начальной школы и вынужден пойти на непопулярное решение. Власти Владимира предложили кормить бесплатно только детей-льготников, а остальным родителям оплачивать половину стоимости завтрака или обеда. Такая система уже давно работает во многих городах Владимирской области и соседних регионах. Среди детей, которые могут рассчитывать на бесплатное питание в школе, несколько категорий. Учащихся первых-четвертых классов из малообеспеченных семей, многодетных семей всех категорий, вне зависимости от малообеспеченности. Детей-инвалидов, детей-родителей-инвалидов, а также детей, которые попадают в нас в трудную жизненную ситуацию. Все остальные учащиеся первых-четвертых классов будут получать компенсацию оплаты завтрака либо обеда по выбору родителя в сумме 20 рублей в день. С предложением городской администрации не согласились коммунисты. Представители КПРФ в Горсовете наставили на сохранение нынешней системы финансирования школьного питания. Сокращение бесплатного питания влечет за собой сокращение пребывания детей в школах продленного дня. Данная ситуация ведет к нарушению прав ребенка и ухудшает положение и отрицательно сказывается как на успеваемости, так и на жизни и здоровье наших детей. В знак протеста депутаты от КПРФ отказались голосовать по всем вопросам повестки дня и покинули зал заседания Горсовета. И поэтому не услышали объяснений городской администрации и мнения депутатского корпуса по вопросу школьного питания. На эти цели запланировано больше 111 миллионов рублей. Причем с января 2019 года за учеников начальной школы, которые не будут питаться в столовой, родители смогут получать компенсацию 20 рублей в день. А льготникам, посещающим продленку, город оплатит и завтрак, и обед. Грядущие изменения депутаты уже обсудили с родителями на общешкольных собраниях. Никакой социальной напряженности на собраниях не было. Единственное, хотелось бы, чтобы все-таки директора школ и управления образования действительно донесли всю эту огромную работу, которая проведена. Родители слышали это. Те, у кого была напряженность, вот именно что и многодетные семьи, они услышали, что они как получали, так и будут получать льготу. Пока вот на сегодняшний день это все проходило гладко, все проходило спокойно. И родители с пониманием относятся к тому, что у нас бюджет вот такой напряженный. Считаю, что то, что сделана администрация в тех рамках льгот, которые предоставлены по этому вопросу, я считаю, что в полном объеме обеспечили именно социальную защищенность тех категорий, которые имеют право на это. Еще в новом году в области начнет работать новая система вывоза мусора. Отвечать за нее будет региональный оператор, который сейчас заключает договоры с мусоровывозящими компаниями. Во время переходного периода, который начнется как раз в новогодние праздники, администрация Владимира намерена усилить контроль за чистотой контейнерных площадок в областном центре. Мы будем настроены а с 1 января мониторить, б с 1 января выведем все наши служебную технику, которая только есть для того, чтобы помочь справиться, если будет такая необходимость. Потому что я прежде всего считаю, что в данном случае, независимо от того, чьи это прерогативы, это прежде всего жители, прежде всего их отдых и экологическая безопасность. Оксана Любимова, Артем Горчаков, 6 канал. Как привлечь в село врачей? Эту тему обсудили на заседании Совета законодателей Центрального федерального округа. В работе принял участие председатель ЗАГС собрания области Владимир Киселев. Традиционно совещание Совета законодателей ЦФО – возможность сверить часы и обменяться опытом работы. Повышение доступности медицинского обслуживания для сельских жителей сегодня одна из приоритетных задач в регионах. На Совете законодателей ЦФО поделились идеями по решению этой проблемы. Например, парламентарии Калужской области рассказали о проекте по созданию единой системы скорой помощи с диспетчерской службой, бригадами фельдшеров и системой ГЛОНАСС, который в первую очередь будет работать на село. Разработчики уверены, что новая система с продуманной логистикой транспорта и медбригад в разы повысит доступность медицины для жителей сельской местности. И все же главной проблемой, которую нужно решать в первую очередь, остается острый дефицит специалистов. Председатель ЗАГС Владимирской области Владимир Киселев рассказал, что они с коллегами решили выйти в правительство с просьбой пересмотреть меры поддержки для медиков, работающих в сельской местности. У нас есть программа при лечении медработников на село, но эта программа, к сожалению, работает достаточно слабо, потому что, видимо, вот того миллиона рублей и 100 тысяч рублей с областного уровня не хватает для того, чтобы приглашать врачей, чтобы врачи оставались на селе. Поэтому мы обратились в правительство с просьбой изменить параметры программы в сторону ее улучшения для более качественного решения вопроса именно по привлечению врачей, фельдшеров. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что непростая жизнь на селе, а когда еще и здравоохранения нормального нет, она вдвойне сложна. Поэтому такая работа у нас проводится. Что такое социальные лифты? Почему подниматься на нем нужно с детства? Чего не хватает кадетскому корпусу в Радужном? И над чем нужно работать региональному образованию? Владимир Сипягин в преддверии Нового года встретился с учениками Кванториума и педагогами области. Тему продолжат мои коллеги. Свой визит в Кванториум Владимир Сипягин начал с осмотра образовательных площадок. В каждой из лабораторий ученики показывали свои разработки. Глава региона охотно лично изучила все модели проектов. Он и чистит воду в том числе, и вот пищевые отходы. То есть он способен, такой многопрофильный. И вырабатывает энергии. Слушай, ну все. То есть подключаем тогда к администрации Ланинской области этот препарат, чтобы не сжечь электричество, да? Только покрупнее его возьмем. Георгий Лавриненко разработал AirBidget для отслеживания криптовалют. То есть в виртуальном пространстве есть своя биржа и в таком приспособлении можно отслеживать колебания курсов. Молодой человек занимается программированием еще со школы. В Кванториум пришел полтора года назад в отделение VR-Air. За это время разработал не один виджет. VR и AR это технологии виртуальной реальности VR и AR дополненной реальности, которая реализуется на соответствующих очках. Сегодняшний проект я некогда писал со своим товарищем. Он представляет из себя виджет, который помогает человеку ориентироваться в криптовалютах. На нем представлен список из пяти выбранных пользователем криптовалют и их соотношение к рублю и к доллару. Побщавшись с учениками и разработчиками Кванториума, Владимир Сипягин отправился на рабочую встречу с педагогами области. Говорили о кадровом дефиците в школах и проблемах дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, а также про интернет в сельских школах. Важнейшая задача это дальше давать этим детям какое-то развитие вперед. Потому что те, кто таланты, очень важно, чтобы они дальше развивались. Поэтому я со своей стороны всегда выступаю за социальные лифты. И вот тех талантливых детей мы двигаем очень активно дальше. А те, кто стремятся развиваться дальше, мы должны также дальше и сопровождать. Владимир Сипягин отметил, что про социальные лифты всегда говорит и Владимир Путин. Также губернатор говорил о внедрении национальных проектов в образовательный процесс. Это план уже ближайшего будущего. И, конечно, сразу на встрече нашлись те, кто и ту идею поддержал. Например, кадетский корпус в Радужном нуждается в актовом зале. Из приоритетных проблем у нас остается наличие места, где мы могли бы проводить массовые кадетские мероприятия, мероприятия областного. А вообще хотелось бы помечтать и межрегионального уровня. Нам необходим актовый зал. Департамент образования нас поддержит. Но если будет ваша поддержка, то я думаю, в 2019 году этот проект будет реализован. В рюм первого заместителя губернатора Марина Чукунова предложила директорам образовательных учреждений общаться в режиме онлайн. При этом она напомнила, что образование не самая запущенная отрасль в социальной сфере. Но в 2019-м будет над чем работать. Валерия Саенко, Екатерина Корнилова, Артем Горчуков. Шестой канал. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. На Октябрьском проспекте автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с автобусом. ДТП произошло 24-го декабря в 16.20. Спецтранспорт двигался с тракторной улицы в сторону Октябрьского проспекта. За рулем был водитель 1969 года рождения. Спецсигналы были включены, проблесковые маяки тоже. Перекресток автомобиль проезжал на запрещающий сигнал светофора. Там врезался в автобус Шенлонг, его водитель ехал на зеленый. От столкновения пострадала фельдшер скорой помощи. Девушка 1989 года рождения получила травмы. Помощь ей оказали амбулаторно. Сейчас по факту ДТП производится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Жители блокадного Ленинграда и его защитники получат единовременную выплату – 7 тысяч рублей. Такую меру поддержки решили оказать в честь 75-летия полного освобождения города-героя. Выплаты получат граждане, награжденные медалью за оборону Ленинграда или почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда». Деньги выдадут однократно в течение следующего года. Но чтобы получить 7 тысяч рублей, нужно написать заявление и приложить копию документа, удостоверяющего личность, и копию удостоверения об одной из двух наград. Во Владимирской области зарегистрировано более 160 блокадников. Им с пакетом документов нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства. Вместо ремонта получили разруху. В Коврове жители многоквартирных домов обратились в прокуратуру после проведенного капитального ремонта. Люди жаловались на то, что после работы подрядчиков в квартирах начались проливы и провалы потолков. В доме разбились окна. Кроме того, надзорные органы выяснили, что в шести многоквартирных домах Коврова работы по капремонту в срок не закончены, из-за чего многоэтажки оказались не готовы к отопительному сезону. Гендиректору компании подрядчика внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура выяснила, что в 2017 году еще при отборе подрядной организации в реестр добросовестных строительная компания предоставила чиновникам поддельные документы. Информацию по этому факту передали в правоохранительные органы. Владимирский скульптор создал сказку изо льда. На фестивале ледовой скульптуры в голландском Цволе Илья Шанин представил работы по мотивам Патерианы. У посетителей восторг вызвали ледяной Гарри Поттер, Дементор и Патронус Олень. Еще один фестиваль ледовых скульптур Илья Шанин посетил в Питере. Его темой было выбрано путешествие вокруг света. В результате Владимирский скульптор извоял фигуру индийского слона с погонщиком. На масштабную скульптуру Шанин затратил чуть меньше недели. Изображения песчаных и ледовых скульптур, а также работы Ильи Шанина из бронзы и камня, владимирцы смогут увидеть на персональной выставке скульптора в феврале. У Манцыгова снова золото. Владимирский борец привез золотую медаль со всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Мемориал Тараскина». Абуязид Манцыгов выступал в весовой категории до 72 килограммов. Вместе с ним на победу в этой категории претендовали 30 борцов. Соревнования проходили в Москве 22 и 23 декабря. Из всех регионов страны на них съехались больше 240 спортсменов. И последнее. Товары местных производителей и белорусских партнеров. Сувениры и угощения на любой вкус. В парке Липки по традиции развернулась праздничная рождественская ярмарка. В 42 домиках шале владимирцы и туристы могут перекусить, познакомиться с разнообразными ремеслами и приобрести подарки. Чем удивляют гостей, узнала Маргарита Махрова. Рождественская ярмарка ждет гостей. В парке Липки расположилось более 40 домиков шале. В каждом товары от местных производителей из разных уголков области, а также Белоруссии. Владимирцам и туристам предлагают самые необычные сувениры. От вязанных деревянных и керамических символов года до теплых варежек, носков и кожаных изделий ручной работы. Кожевное искусство вообще издавна было развито. И у нас на Владимирской земле на сегодняшний день тоже есть такие великие мастера. В качестве участников городская администрация каждый год приглашает на ярмарку всех желающих. Одна из главных задач – показать, чем богат наш город и регион. Качество продукции проверяют. Все хозяйствующие субъекты предоставляли документы, подтверждающие качество, фотографии, как будут оформлены домики. Приоритет при распределении домика в шале, конечно же, однозначно был отдан местным производителям. Уровень цен на ярмарочные товары никто не регулирует. Однако в профильном управлении всегда просят не задирать цены в праздничные дни. Предлагают на ярмарке разнообразные угощения. Здесь найдется все от сладостей до шашлыка и солений. Соленье, варенье, грибочки, шиповник лесной. Все из Муромского края, все наше. Эти медовые лакомства привезли из Юревпольского района. Там уже много лет работает семейная пасека. На ярмарке во Владимире свою продукцию представляют каждый год. Жители города и туристы мед любят. Кто-то покупает для укрепления здоровья, а кто-то в качестве угощения. Полезен круглый год и желательно его кушать не только, когда заболеете, а каждый день. Кстати, нету любимого меда у Владимирцев, потому что они любят разнообразие. И дягили, и липы, и разнотравы, то есть все. А здесь расположились партнеры из Белоруссии. Свою продукцию привезли гости из Свято-Елисоветинского монастыря города Минска. Там работает более 40 мастерских, в которых изготавливают витражи, посуду, книги и другие изделия. Усё ручной работы, взроблено с молитвочкой, с любовью, усё нашими сёстрами и братьями. Согреться на ярмарке можно чаем, а можно попробовать старинные русские напитки по традиционным рецептам с пряностями, травами и мёдом. В их числе сбитень и фирменная суздальская медовуха. Разных сортов медовуха бывает. Двугривенная, пятиалтынная, полуполтинная. Чем отличается? Состав мёда. Гречичный, разнотравие и на липовом цвете. Посетителям ярмарки рассказывают о традициях и промыслах владимирских умельцев. Делятся некоторыми секретами мастерства. По словам гостей, здесь по-настоящему заряжаешься праздничным настроением. Сюда отдыхать ходим. Как вообще? Нравится? Причем хорошая идея такая? Что ярмарка в цену? Для народа всё делают. Сейчас захотелось чего-нибудь не сладенького, а что-нибудь такого посерьёзнее. Пришлось попать в хот-дог. К слову, рождественская ярмарка во Владимире, по данным мэрии, входит в топ-10 лучших новогодних ярмарок России. Проработает она до Старого Нового Года. Посетить ярмарку могут все желающие. Маргарита Махрова, Егор Хрупко, Шестой канал. Прямо сейчас короткая реклама и информация о погоде. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Синоптики прогнозируют сегодня ночью у Владимире пасмурную погоду. Выпадет снег. Температура воздуха составит 15 градусов ниже нуля. Завтра днём в областном центре будет малооблачно, возможен небольшой снег. Столбики термометров покажут минус 3-4 градусов по Цельсию. Ветер южный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Время пришло. Купить лучшую шубу для себя. Новоторжская ярмарка представляет норковые шубы «Зимос». Российская норка премиального качества. Натуральные цвета. Идеальная посадка. Подарите себе настоящую роскошь. Норковые шубы «Зимос» на новоторжской ярмарке. Во Владимирском экспоцентре с 3 по 8. Субтитры создавал DimaTorzok